Уважаемые жители, дело в том, что 15 сентября нынешнего года на месте заложенного сквера было поставлено ограждение. На этом месте начались работы по строительству двухэтажного многофункционального торгово-развлекательного комплекса. В нашем микрорайоне нет других мест для прогулки, поэтому все жители крайне возмущены не только тем, что собираются застраивать этот сквер, но и тем, что в 2011 году под руководством заместителя главы города Ирины Романец, главы центрального района Сергея Павленко, председателя ТОСКСМ Гюнбальгяна Сарепека Михайловича, происходило в сечении детей, ветеранов, жителей КСМ многочисленных, происходила посадка сквера, торжественно он закладывался как единственный парк нашего микрорайона для отдыха. Нашли магазины, зачем нам нужен тот магазин? У меня вот, например, внучка, я с ней всегда гуляла над речкой. Речка большая, я ее веду, показываю, какая речка большая после дождя. А сейчас нам негде с ребенком гулять. Вот единственное место, что мы могли к речке пройти, посидеть там, если бы еще бабочки сделали, вообще бы красота была. До сантиметра все эти продали. Где свободное место находят, все пока продали. И здесь что-то дают. Столько магазинов, зачем столько магазинов? Значит, ограждение полностью перекрывает свободный проход в береговой полосе. Там не оставлено пешеходной дорожки вдоль проезжей части. Она отсутствует. Людям там, чтобы сейчас пройти, надо просто-напросто идти по проезжей части. Это является риском для нашей с вами жизни. Мы требуем отозвать решение на строительство, которое противоречит законодательству Российской Федерации и не учитывает интересы жителей микрорайона КСМ. Мы хотим выразить недоверие ТОС КСМу и его председателю Сарабеку Михайловичу Николенко. В связи с его неверным информированием жителей КСМ о предстоящем строительстве, тотальной застройке микрорайона КСМ торговыми точками вместо решаемых насущных проблем. Вы, наверное, знаете, что в данный момент наш микрорайон лишили медпункта. Больше приема врачей у нас проводиться не будет. Наше почтовое отделение перенесли на периферию, куда пожилым людям, мамочкам с колясками, тяжело добираться. Во время дождей там на зеленой улице непроходимое болото. Нам обещали с постройкой комплекса с правой стороны сделать большую крытую остановку. В данный момент наша остановка находится прямо на проезжей части. Любой, у кого откажет тормоза, въедет. На данный момент у нас отсутствует опорный пункт милиции. Выгнали участкового, нет для него комнаты. Клуб стоит разваленный. То, что нам сделал, вот такой вопрос. На наше собрание прибыл же глава Центрального района города Сочи Павленко Сергей Владимирович. Я прошу прощения, я немножко опоздал, но я думал, что будет там, поэтому туда прибыл. Потом сюда пришел. Значит, я не слышал всего, что говорила эта дама. Я вам предоставлю протокол собрания. Спасибо. Вот, я не слышал всего, я потому что немножко позже подошел. Потом давайте проще, я буду лучше на вопрос отвечать, если можно. Хорошо? Чтобы не выступать много. Разрешение настоящее или нет? Значит, разрешение я привез в копию разрешения, мне передали все. Да, если оно не настоящее, так это настоящее. Я его передам инициативной группе, которая может обязательно его проверить и упутывать. Это нормально? Нормально, нормально. Кто представитель инициативной группы? Я представитель. Вы, подойдите. Я вот, я вот, я вот, я вот, уважаемые граждане, если есть документы, нельзя там строить. Я привезла, если вы проводите копии пакетов документов на эту армию у меня. И здесь все написано. А кто дал разрешение? Кто дал разрешение? Кто подготовил управление Департамент архитектуры и Грандспориста, подписал Павлов Антоний Галайев. А разве это речь не может стоять? Я объясню, почему. Значит, я поинтересовался в избиркоме. Я очень извиняюсь, вы не могли бы не кричать. Вы же кричали только, что... Станьте наверху, чтобы стоять. Спасибо. Имел право, потому что по закону полномочия главы продлены до общего дня голосования 14 сентября. Это полный беспредел, мне так кажется. То есть такое ощущение, что в микрорайоне КСМ законы Российской Федерации не действуют. Нет 42-й стадии Конституции, которая дает право каждому гражданину на благоприятные условия жизни. Нет у нас водного кодекса 6-й стадии, где четкое ограничение беспрепятственного доступа к воде. То есть просто беспредельная власть, вот конкретно в нашем микрорайоне. Единственное место, куда люди ходили, то есть мы с детьми, со всеми семьями ходили на пляж, прямо из дома. Пойти некуда, пойти вот реально некуда. Клуб заброшен, территория школы огорожена, не пройти, детьми не погулять, на речку не выйти. И вот этот последний кусок отдают под очередное строительство. То есть полный беспредел. Показали ксерокопию разрешения строительства без печати. Что-то как выдаются эти разрешения, мы догадываемся. Вот сейчас господин Врубровский точно так же подписал, что он там сейчас под судом. Вполне возможно, со временем отныне это решение. Мы уже очередного бетонного монстра получим здесь, который не нужен ни одному жителю микрорайона КСМ. Очень стыдно, очень стыдно за ТОС КСМ. Очень стыдно. Я думаю, что любые стройки, любые ларьки, они не могут быть без согласования с ТОСом. И наверняка такое согласование было. Я думаю, что ни у одного жителя КСМ они спросили, нужен ли им очередной бетонный монстр, очередной магазин, ресторан, бар, газиной и так далее. Мне стыдно просто за ТОС КСМ, который вот так себя дискредитировал. А как вы считаете, что делать надо? Делать, немедленно отзывать разрешение на строительство, возвращать застройщику деньги. То есть это явная вина для того, кто подписывал это разрешение. К заместителю главы города Юрьеву мы не смогли попасть, потому что запись только через месяц. И сегодня, конечно, не было. То есть у нас этот вопрос остался открыт. А к самому Пахомову не смогли попасть? Нет, мы не смогли попасть ни к Пахомову. Нас не записали ни на прием, не дали ни вопрос. То есть мы даду, чтобы не получили.